Добро пожаловать в мир искусства Аниты Фамилии. И сегодня мы с вами будем рисовать вот такую девочку. Итак, для этого нам понадобится чистая белая майка и краски по текстилю, кисточка и вода. Я нанесла рисунок карандашом прямо на майку. Размер выбирайте произвольный. Я беру бежево-желтую краску и начинаю раскрашивать лицо нашей девочки. Я использую кисточки белка номер восемь. Мне нравятся эти кисточки тем, что они очень эластичные и вбирают в себя больше всего краски. Оставляем непрокрашенными глаза и губки. Все остальное закрашиваем бежевой краской. Теперь коснемся шеи. Я прорисовываю намек на тень бежевым и беру коричнево-бежевый. Теперь я буду размывать этот цвет. Посмотрите. Небольшое количество воды снова бежевой краски и мой коричневый получил растяжку. Волосы я прокрашиваю более оранжевым, насыщенным цветом. Если нужно, прокрасьте волосы еще раз. Так как я рисую на майке на ткани, то краска немножечко абсорбируется. Так как рисунок доходит у нас не до конца майки, размываем края рисуночка плавной кисточкой. Как будто он исчезает. Посмотрите внимательно. В волосах у этой девочки есть темные пятна рисунки. Их мы закрашиваем более темной коричневой краской. Старайтесь, чтобы края волос и этого рисунка совпали и казалось, что это всего лишь блик на ее волосах. Такой же блик есть и на макушке с двух сторон. Подсушите сначала основные волосы оранжевый цвет, а потом приступайте к деталировке. Тогда краска на границе не будет смешиваться, а ляжет очень ровно. Тем же темно-коричневым цветом прокрашиваем теневую сторону волос. Тогда будет казаться, что наша девочка нарисована в стиле 3D. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь, когда краска высохла, приступать к глазам. Я выбрала для них темно-синий цвет. Оставляю место для зрачков и делаю блик. Лучше это делать сразу, потому что белый цвет дает нам майка. А если мы будем рисовать по верху, то такого белого мы уже не получим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Носик нарисуем очень просто. Поставим тем же темно-синим цветом две точки. Не набирайте на кисточку много краски. Тогда она не будет течь и будет рисовать, словно у вас в руках, фломастер или карандаш. Обводим глазки по контуру. Используем для этого черную краску. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прорисовываем реснички. Смотрите, у меня довольно толстая кисточка. Но я не боюсь ей рисовать тонкие линии, потому что у меня не так много краски на кисточке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Возьмем краску нежно-алого цвета. Я использую фломастер. Прорисуем губки. Рисуйте сначала по контуру, а потом сделайте наполнение. Таким же цветом я прорисую ее кофточку. Сначала я прорисую воротничок. Когда краска высохла, маркером работать по ткани одно удовольствие. Краска не растекается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Беру краску розового цвета. Если у вас ее нет, разбавьте красным с белым. И прорисовываю детали кофточки. Смотрите, края я делаю размытыми. Смешиваю алый с черным. У меня получается красивый бордовый. И я обведу контур воротничка. Посмотрите, вот так аккуратно. Если вы не можете пользоваться толстой кисточкой, возьмите кисточку потоньше, номер один или два. Тем же цветом обведем и губки. Тогда они будут смотреться очень выразительно. Обводим краской по контуру. Смотрите, у меня на кисточке совсем немного краски. Тогда я работаю ей, словно бы фломастером. Ну вот и все. Немножечко штришков по высохшим волосам. И ваша девочка готова. А я желаю вам хорошей носки. И до встречи на следующих уроках. Субтитры сделал DimaTorzok